Добрый день! Сегодня расскажу вам о проекте административ. Этот проект предназначен для автоматизации работы административной части компании, таких людей как HR и системы администрации. Основной процесс, который будет автоматизирован в этом проекте, это прием и обработка заявлений, поступающих от сотрудников компании. Заявления можно разбить на несколько основных типов. Первый – заявление об отсутствии сотрудника на рабочем месте. Второй – заявление на заказ техники или оборудования. Третий – заявление на открытие вакансии. Четвертый – заявление на обучение, лекции или посещение конференций, как внутренних, так и внешних. Также есть еще один тип – это задача. Для создания заявления или задачи необходимо осуществить вход в Jira, а также необходимо осуществить вход в Confluence. Для создания любого типа заявления необходимо в Jira нажать Create, выбрать проект административ, выбрать необходимый тип заявления. В поле Summary необходимо указать данные, которые соответствуют тому или иному типу заявления. Их можно увидеть в Confluence, в шаблонах документов и выбрать нужный тип. Допустим, будем делать заявление на оплачиваемый отпуск. Название заявления должно содержать имя, фамилию, отчество, тип заявления и даты, когда этот оплачиваемый отпуск мне необходим. Поле Component заполняется следующим образом. Для заявлений, которые касаются работы с персоналом, мы используем Human Resource. Для заявлений, которые необходимы нам для перемещения оборудования, работаем с оборудованием, мы используем компонент системный администратор. Выбор компонента очень важен. Он повлияет на поле Assign, которое будет заполняться автоматически. Далее, нам надо заполнить поле Description. Чтобы правильно заполнить поле Description, мы должны обратиться в Confluence к шаблону, который есть для каждого типа заявления. Просто копируем его и вставляем в Description. Указываем свое имя, фамилию, оставляем тип заявления и указываем даты, которые нам нужны. Для некоторых типов заявлений могут быть указаны только открытые или закрытые даты. После чего нажимаем Create. Задача создана. Чтобы на нее перейти, мы можем нажать ее сюда. Вот мы ее видим. Как найти эту задачу? Заходим в Issues и ищем фильтр, который называется Airport. Вот все списки задач, которые созданы пользователем. И при помощи сортировки, поскольку задача начинается на нашу имя и фамилию, мы можем ее найти. Также отсортировать можно по дате или времени создания. Вот так. Все заявки имеют схожий жизненный цикл. После создания заявка переходит в состояние Open. Оно назначается на ответственное лицо в зависимости от компонента. Это HR или системный администратор. В этом состоянии заявка должна пройти утверждение у PM или у LIDA. Или и у того, и у другого. После того, как заявка проверена и прошла утверждение, она переходит в состояние Need Approval и назначается на SEO. SEO рассматривает данную заявку и переводит ее в состояние In Progress, если заявка утверждена, или в состояние Close, с резолюцией Reject, если заявка отклонена. В состоянии In Progress заинтересованное лицо, или точнее ответственное лицо, выполняет определенные действия по этой заявке. Оформляет больничный, отмечает отпуск во всех необходимых документах, или же производит закупку техники. После того, как работы по заявке завершены, заинтересованное лицо или ответственное лицо переводит данную заявку в состояние Close, с резолюцией данного. Как можно понять, на каком этапе обработки находится ваша заявка? Для этого вам надо ее найти, перейти в нее и посмотреть, что заявка назначена на такого-то исполнителя и находится в таком-то состоянии. На основании этого вы поймете, на каком этапе обработки в данный момент находится ваша заявка. Если возникли вопросы, пишите мне в Slack, или в Skype, или в почту. Всем хорошего дня, спасибо, до свидания.